Данный видеоролик посвящен приложению Smart Walls. Smart Walls это приложение, которое входит в состав комплекта PSS Beam Tools и является приложением под платформу Autodesk Revit. Оно подходит для работы как с Revit Architecture, так и с Revit Structure. В чем особенность данного приложения? Это приложение для управления процессом возведения стен, для распределения и переноса зазоров и стыков. Здесь есть возможность разделения многослойных стен на отдельные слои. И какие можно выделить преимущества? Прежде всего это высокоскоростное моделирование. Второе это предупреждение ошибок и простота в управлении процессом моделирования. И третье это, конечно же, повышение производительности и снижение расходов. Теперь давайте перейдем непосредственно к показу. Есть у меня три таких примитивных кубика, на примере которых я постараюсь вам показать основной функционал. Так скажем, еще одну возможность не рассказала. Это возможность анализировать данные и добавлять параметров стены. Давайте с нее и начнем. Вытащим менеджер стен в рабочую плоскость. И первое, что у нас есть, это возможность изменять и рассчитывать параметры стен. Выбираем данную функцию и перед нами появляется знакомое нам уже окно настройки с знакомыми настройками группирования. Просто здесь уже больше, так скажем, возможностей выбора. И знакомое окно просмотра, где можно выбрать параметры, добавить какие-то необходимые параметры. Все, которые у нас есть в стенах. То есть все мы можем, в принципе, просмотреть. Можно экспортировать данные, можно создать таблицу на основе этих данных. Прямо, так скажем, в диспетчере, в чертежном виде, так скажем, в чертежном виде проекта. Вот. Ну, в данном случае я вытащила два пустых поля, таких как маркировка и комментарий. Вот они у меня тут даже немножко не пустые. И я бы хотела выбрать не все стены. Давайте я выберу часть стен. То есть вот если я их подсвечу, я могу их увидеть в проекте. Выбирается. И на примере этих стен показать ряд функций. Щелкаем правой кнопкой мыши, попадаем в список функций. И что мы здесь видим? Во-первых, можно изменить данные. То есть записать какое-то число. Если, например, маркировка должна быть одинаковая у этих элементов, вы можете вбить, например, значение какое-то определенное, и оно пропишется сразу у всех элементов. Вторая возможность – это записать ориентацию стен по сторонам света. Выбираем функцию, и мы видим, что прописывается сразу сторона северная, сторона у нас южная, восточная или западная. В данной сборке у меня прописывается на английском языке. Сейчас уже есть новая сборка. Я ее просто установила, так скажем, на 14-й ревит, а на 13-й забыла переставить. Поэтому у меня здесь по-английски буквы прописываются. В следующей сборке там уже, конечно, по-русски. Там S, U, V, Z. Север, юг, запад, восток. Но здесь, в принципе, не так сложно это поменять. Вы можете всегда вручную прописать, если необходимо. Что можно еще сделать? Можно определить высоту элемента. В данном случае высота у меня на первом этаже стена находится, и высота стены совпадает с высотой неприсоединенной. Если бы это были стены, например, третьего уровня, то, конечно, неприсоединенная высота имела бы, допустим, другое число. В данном случае у меня совпадает. И я бы хотела узнать, до какого уровня, до какой отметки доходит высота стены. Для этого я выбираю, так скажем, можно не поле, можно новый параметр создать. Выбираю элементы, говорю расчет высоты, и здесь можно выбрать по общей системе координат, либо по проектной. Например, верхнюю отметку по системе координат проекта. Я могу создать новый параметр, в который будет записано это значение. Давайте создадим, нажмем ОК, и имя параметра, например, верх элемента. И выбрать категорию, например, группу. И теперь я вижу, что появился новый параметр, и с определением высоты стены. Также можно добавить, помимо расчета высоты, можно вычислить координаты данной стены, можно какое-то значение вставить, и можно установить отметку положения. Также вот здесь, в следующей сборке, немножко текст откорректирован, более понятно прописано. Что это такое? Это расположение стены по осям. Вот, например, я вижу, что данная стена у меня располагается на оси 9. Действительно, вот она синим подсветилась по оси 9. Данная стена по оси 7 у меня. Действительно, вот она располагается у нас на седьмой оси. То есть, именно положение относительно осей. Здесь, наверное, основные функции все. Следующая возможность, это как раз непосредственно разделение многослойной стены на отдельные составляющие. Первое, что я должна сделать, это выбрать, куда буду определять свои, так скажем, двери и окна, свои проемы. Здесь два варианта. Либо в несущем слое оставить, либо во внешний слой определить. У меня оставлено в несущей. Теперь выбираю стены, которые я бы хотела разделить. И выбираю функцию многослойные стены. У меня происходит разбиение. Причем, имя каждого слоя стены соответствует имени материала. В данном случае кирпич фасадный. И прописывается также данное по ширине. Например, изоляция и ширина. Толщина, вернее. 120 мм. То есть имя задается автоматически по имени материала. Единственный минус состоит в том, что, соответственно, если стены мы разбили на отдельные слои, они между собой автоматически не соединились. И дверь у нас находится в одном слое. Здесь нужно воспользоваться стандартной функцией соединить. Это, так скажем, первый вариант. И придется подсоединить все стены. Что является не очень удобным. Но, так скажем, от этого никуда не уйти. И вторая возможность. Это если у вас есть приложение Cat Openin' Pro. Оно сделает вот эти проемы автоматически. То есть оно может это сделать. Cat Openin' простой. Он делает только, так скажем, под элементы воздуховода и водопровода. Какие-то кабель-каналы, отверстия. А Cat Openin' Pro может сделать еще отверстия под окна, двери и проемы в стенах. То есть вам придется вот так соединить. И третья функция или функционал. Это возможность отключать автоматическое соединение стен и задавать зазоры. Давайте выйдем в конфигурацию. Конфигуратор зазоров. Здесь мы увидим все стены проекта. Зелено подсвечены те, которые типы стен, которые размещены. Вот здесь у меня оставшиеся. И для, например, вот этих, это вот маленькие, по-моему, и вот этих мы зададим. То есть для этой части зададим свои зазоры. Ну, здесь у меня 20 и 10. Давайте, например, 25 и 15. Окей. Все, мы задали значение зазоров. Теперь как нам разместить эти зазоры. Например, я хочу запретить соединение вот этих двух стен. Я выбираю элемент, и у меня появляется зазор. Я смотрю его значение, проверяю, действительно 25 мм. Еще раз выбираю эту функцию. Вот здесь у меня зазор появился 15 мм. И, соответственно, это то же самое, если бы мы стали вручную, с другой стороны, аналогично, если бы мы стали вручную говорить, отменить соединение и что-то где-то перетаскивать. И еще одна возможность, это можно изменение зазора. Так, например, вот с этой стороны. Изменение зазора по умолчанию. Так, прошу прощения. Давайте отменим, чтобы они соединились. И следующее, это... А, не туда, обрезать конец стены. То есть я выбираю стенку, и у меня делится не начало и конец, а только одна часть. И здесь я могу переключаться, делать выбор, как создавать зазор. То есть вот таким образом. Ну, здесь, наверное, пожалуй, все. Следнее приложение, о котором я бы хотела вам рассказать, это... Продолжение следует... Продолжение следует... Данное видео посвящено приложению по расчету коэффициента теплопередачи. Приложение, которое позволяет нам рассчитывать коэффициент теплопередачи для отдельных конструкций. Стен, полов, перекрытий, крыш и фундаментных плит. Прошу обратить внимание на то, что расчет идет только для отдельных конструкций. Не для всего здания в целом, а для отдельного элемента. Для того, чтобы просчитать весь, так скажем, объект, есть другое приложение, которое называется Building Energy, и оно как раз нацелено на общий расчет. В чем, так скажем, особенность этого приложения? Это автоматическая подгрузка материалов. 190 материалов с физическими заданными параметрами автоматически подгружаются в проект. Материалы уже наши. То есть там все по-русски прописано. Второе, это расчет коэффициента теплопередачи и возможность экспортировать данные значения. Перейдем в проект. Ну, здесь давайте создадим новый. Здесь ничего, не нужно никаких шаблонов. Проект. И на примере стены, например, я покажу вам вариант расчета. Так, прежде всего мы должны загрузить с вами материалы и параметры создать общие. Можно это сделать по отдельности, можно это сделать сразу нажатием. Вот нам программа говорит о том, что созданы параметры дополнительные. И дальше у нас идет подгрузка материалов. 196 штук. Давайте я вам... Следующий слайд у меня как раз говорит о том, что это за параметры добавились. Эту информацию можно найти, скачав руководство по использованию приложения. То есть там прописано, за что каждый параметр отвечает. Я вам позднее покажу, где это скачать. Все, я подгрузила материалы. Теперь я должна в данном элементе задать нужный мне материал. Также точно, если у вас есть своя библиотека материалов, вы можете просто-напросто дополнить. Вот, например, кирпичная кладка, подгруженный материал, вот этот, он имеет пользовательские параметры. Вот они здесь прописаны. Если вы хотите использовать, так скажем, свой материал... Давайте вставим еще один слой. Вы выбираете просто-напросто материал и в пользовательских параметрах забиваете нужное вам значение. И сохраняете этот материал в библиотеке. Давайте выберем из существующих. Бетон, бетон, ну какой-нибудь там вот железобетон просто. Пусть будет кирпич или железобетон. Окей. Так, толщину слоя здесь будет 200, здесь 120. Окей. Все. И теперь мы с вами переходим в расчет коэффициента теплопередачи. Выбираем категорию стены. И здесь у нас подсвечиваются все стены проекта. Их точно так же можно отфильтровать, уже знакомое нам окно. Зеленым цветом подсвечена наша стена в проекте. И для того, чтобы рассчитать коэффициент теплопередачи, выбираете параметр из списка. И просто правой кнопкой мыши щелкаете и говорите «Расчет коэффициента теплопередачи». Можно рассчитывать, так скажем, с профилем, возможность есть, добавлять какой-то профиль, глубину профиля и считать по конфигурации. Все. Произведен расчет. Эти данные можно в таблицу отправить, либо экспортировать в Excel. То же самое вы можете сделать с перекрытиями, крышами и другими элементами. Ну, здесь, пожалуй, все.